привет друзья сегодня будет небольшой процесс моей работы над одним заказом это картина акрилом я записала сначала видео и решила потом небольшую озвучку сделать просто чтобы рассказать что происходит у меня здесь уже произошла такая подготовка я все наметила изначально пастельным карандашом я намечаю потому что он легко стирается и потом перемешивается с акрилом не имею ввиду именно самого котика и вот как он там лежит на одеялках уши у меня точнее одно ухо практически сделано участок луба глаза все это готово и сейчас я работаю именно над шерстью я добавляю более светлые участки и темные одновременно тут неплохо что такая ограниченная можно сказать гамма получается потому что есть оттенки таракотового рыжего белого то есть по сути у меня здесь несколько оттенков я использую коричневую я использую ярко-рыжую немного охры белый и персиковый оттенок и перемешиваю их вместе друг с другом да смотря для того где мне нужны участки посветлее где потемнее про белые то что я вам говорила я использую здесь белый кампус акрил он прям очень очень хороший мне нравится он довольно ярко ложится например на участках носика до либо где вокруг глаз там прям светлые зоны потому что многие акрилы они довольно прозрачные особенно если недорогие да там брауберг например либо там наши взять отечественные там мастер-класс или там санэ таир и так далее да они все могут быть довольно жиденькие что в принципе неплохо и что можно использовать для каких-то участков которые в смесях участвуют в коричневых в рыжих например потому что все равно работа акрилом она идет в несколько этапов несколько слоев и это нормально да что слои довольно прозрачные получаются так оно и должно быть за счет этого получается вот такой вот объем пушистости кажется что у нас котик пушистый шерсти много про размеры вам не сказал здесь принципе видно что довольно большой формат а здесь изображение 50 на 70 на холсте я рисую холст у меня на подрамнике и это лен мелкозернистый довольно такой неплохой холст неплохо натянут бывает что я и хлопок тоже использую хлопок обычно чуть чуть попроще и они бывают знаете более такие тонкие ну тонкость как бы это зависит уже просто от плотности холста тут вы сами смотрите понятно что если там больше это будет более толстый холстом 400 например грамм если там 250 он будет более тонкий и это подойдет для работ поменьше если вот картина довольно большая то все-таки хочется чтобы он был и толстеньким и хорошо натянутым чтобы все это красиво выглядело в итоге еще про носик хочется сказать он у меня пока что таким рыжим оранжевым цветом покрыт дальше буду добавлять туда уже немножко розового но это сделано потому что есть такой небольшой фильтр на самой картинке и поэтому получается вот такой вот более теплый эффект всего изображения но мне нравится по цветовой гамме как это получается такие довольно холодные глаза и теплая шерстка вокруг фон будет у меня с таким бежево-серым оттенком что тоже будет здорово сочетаться с шерстью и она будет выглядеть довольно яркой сейчас я прорабатываю участки рядом с глазами а потому что у нас есть слизистая да как у людей у котиков нас она присутствует и она обычно более теплая по оттенку там тоже можно добавлять рыжеватые розоватые оттенки и так далее что касается самой шерсти как и говорила работа в несколько слоев идет я обычно делаю вот такую разметку которая видна на всем котики то есть там где темные полоски я это сразу разметила коричневым цветом и наверх потом уже добавляю более яркие цвета кстати хорошо работает такой момент что сначала коричневым легко я покрыла и потом уже наверх я добавляю прям ярко оранжевый и получается что вот эти зоны в полосочки особенно у оранжевых котиков рыжих это бывает они с темные но довольно яркие и вот за счет того что мы добавляем вместе коричневая наверх уже оранжевый получается такое интересное сочетание и довольно правдоподобно все выглядит потому что даже вот в этих рыжих полоска хочется чтобы они были насыщенными и цвет был какой-то не глухой до чтобы не получался какой-то серо-коричневый оттеночек здесь я использую кисточку одну будет вот на видео будет только одна кисть фигурировать по сути в работе кстати я кисти 2 3 наверное использовала максимум вот эту плоскую синтетику это по-моему четверочка она для участков ну вот таких более обширных потому что все равно нужно более мелкая прорисовка несмотря на то что формат большой и более тонкой там уже единичкой круглой либо двоечкой синтетикой я прорисовывала более тонкие волоски которые есть там на ушах над глазами потом усы и так далее то есть такие зоны где нужно прям тонкая линия а плоская кисточка работает неплохо потому что можно использовать и ее острую сторону для тонких участков и потом переворачивать и делать шерсти более пушистой поэтому получается удобно что не нужно менять до постоянно кисти с одной на другую переключаться я все-таки стараюсь чтобы это было максимально вот так вот просто и понятно да чтобы так вот логично работа складывалась еще есть момент в акриле что он высыхает да и становится более темным более таким плотным поэтому и мы тоже работаем в несколько слоев если сначала вы нанесли какой-то светлый оттенок особенно если он довольно прозрачный то он высохнет и скорее всего потемнеет и после этого когда он уже прям там высох мы видим уже его настоящий цвет можно добавить еще светлого оттеночка наверх и бывает что я с достаточным количеством воды все это дело и потом жду когда подсохнет и добавляю еще один слой соответственно там штришочки попадают уже на какие-то другие участки и плюс к этому добавляется такая пушистость то есть слоев где-то но слой 3 точно таких используется и получается очень такое пушистое изображение еще есть момент что мы работаем сначала от более темного к более светлому это тоже удобнее всего получается потому что темный цвет он как бы остается там в глубине и за счет темного цвета наверху те штрихи которые я добавляю уже со светлым они становятся объемнее и вот получается все вместе да то есть несколько таких ну не правил но моментов которые здорово делать то что мы работаем от темного к светлому делаем там слоя 3 примерно и получается все довольно удобно не скажу что очень быстро потому что это все-таки фотореализм и работа достаточно прорисованная должна получиться но как бы по задумке да поэтому уходит времени довольно много иногда бывает что я считаю сколько часов уходят на одну конкретную работу например как-то работу 30 на 40 я считала сколько часов уйдет где-то часов 11 12 по моему у меня уходит если прям чистого времени да не считаем моменты когда сходить там за чаем покушать ну и прочее и ну вообще заняться какими-то другими делами помимо помимо портрета здесь чистой работы ну вот прям такой основной может быть часов 20 наверное точно хотя я обычно называю меньшую цифру поэтому я думаю можем сказать что может быть часов 25 но то есть несколько дней такой вот периодической работы но если есть прям много времени в течение дня то можно сделать сразу потому что он быстро сохнет акрил в отличие от масляных красок не нужно ждать что слои какие-то подсохнут можно сразу работать там подождать буквально пять минут когда подсох полностью один слой пока что переключиться на другой этап и вот так вот частично работать я все равно веду работу по принципу сверху вниз да я наметила все сначала ушки лобби глаза и вот так вот вниз опускаюсь как бы идет такое полное заполнение постепенное поочередная кота но в то же время я могу переключаться на какие-то соседние участки сравнивая просто как они друг с дружкой получаются в итоге это тоже довольно удобно еще по цвету что хочется сказать есть момент такой у рыжих котов что сложно понять больше в желтый цвет уходит либо больше в наоборот в какой-то в красные розоватые оттенки тут очень многое зависит от освещения даже одна и та же картина рыжего кота либо фотографии там что угодно это будет выглядеть но по-разному при разном освещении там при более теплом свете будет выглядеть как-то посочнее потеплее более в холодный коричневый будет казаться при холодном освещении здесь в принципе все выглядит так как есть на самом деле потому что у меня белые лампы освещения и тогда было дневное время когда я записывала соответственно это прям вот тот вариант практически как он есть на самом деле как он выглядит один из довольно сложных моментов это знаете вот такая вот стыковка участков где идут щечки вот у меня наполовину можно сказать сделана щечка которая слева с теми участками да откуда усы будут расти правая щека еще не сделано она будет полностью белой в итоге и вот этот момент где она заканчивается где стыкуется с боковой частью вот там нужно очень очень мягкой плавно это уводить по сути как и участок на переносице который я сейчас делаю да то есть чтобы там он был и довольно светлым проследить вот эту форму плюс к основной форме до карнатомической то есть помимо вот этого естественного объема на этой зоне также есть может быть какой-то окрас здесь он присутствует до виде таких полосочек получается за счет этого не совсем такое равномерное заполнение и из плюсов работы со светлыми участками то что там не так много теней и мы можем покрыть там несколькими белыми слоями вообще все это изображение ну вот этот момент именно если мы работаем с темным слоем потом скорее всего будет контраст не выглядите там понадобится нам намного больше слоев еще момент который я не сказала про покрытие полностью всего холста перед изображением здесь я покрыла все это одним цветом таким бежево-бежево-розовый даже он здесь выглядит оттенок акрила потому что мне хочется и чтобы холст стал еще более гладкий несмотря на то что он мелкозернистый плюс все равно он будет сильно тянуть все холст будет сильно тянуть акрил если мы его все-таки еще один разок дополнительно не загрунтуем понятно что когда вы покупаете холст на нем есть уже белая грунтовка на хлопке до или на дне на льну как правильно сказать но все равно лучше покрыть еще одним слоем я так чаще всего делаю то есть и фактура более гладкая становится и за счет этого штрихи которые мы наносим они видны и более четко и нет какой-то дополнительной фактуры холста которая отвлекает поэтому у меня здесь было даже два этапа когда я покрывала холст акрилом два раза можно сказать и потом уже нанесла изображение карандашом и потом разметил темные области и вот так вот потихонечку начала закрашивать все остальное и добавлять объем чека объем тоже важная вещь особенно на участках над глазами потому что бровки они объемные они округлые и важно на самим глазом оставить чуть чуть более такой темный участок а потом уже где такая круглая форма брови получается там добавить побольше светлого и очень знаете такой интересный классный прием когда мы наносим на уже готовые светлые участки в серединочку туда еще больше светлого с добавлением там белого например если на совсем светлом участке либо какого-то бежевого если участок более темные получается прямо на такая более блестящая и объемная шерсть хотя конечно блеск он больше характерен для собак скажем так либо каких-то прям гладкошерстных блестящих кошек особенно темных но вот на таких полосатых некоторые участки с блеском тоже будут выглядеть очень здорово здесь еще немножко я прорабатывал зону в височную до справа от глазика и боковую поверхность но так чуть-чуть довожу ее дома все равно она будет немножко дальше редактироваться и вот примерно на этом будем завершать нашу работу над портретом спасибо большое что посмотрели этот урок надеюсь вот такой вот небольшой мастер-класс был интересен и мы увидимся с вами в следующих видео пока пока друзья